Макдональдс это ресторан? Для меня это неинтересно. Так все-таки, Теремок это ресторан или нет? Мне это неинтересно, то есть вы понимаете, да? Как вы считаете, правильная идея кормить американцев? Ну, для меня это неинтересно. О Германии хочется поговорить, вы открыли там в прошлом году ресторан. Мне это неинтересно, мне никогда это не было интересно. Самый безумный ресторан, в котором вы были когда-либо? Это от меня так далеко, у меня нет на это вообще никаких ответов. Рам Нацаканов самый адский из всех шеф-поваров на территории стран СНГ. Он вел проект «Адская кухня на украинском телевидении», «Реальная кухня на российском». Он также известен своими ресторанами «Пробка» в Питере, в Москве и теперь уже в Берлине. И мы поймали его, буквально затащили его в ресторан в Киеве и, собственно, взяли это небольшое интервью. И он нам даже подписал бутылочку вот этого замечательного французского красного сухого. Его личный автограф, и мы ее обязательно разыграем. Внимательно смотрите это интервью. Поехали! А, да, подписывайтесь на канал, это тоже важно. Давайте представим, что я оказался в каком-то новом городе. У меня нет телефона с TripAdvisor, но я очень хочу кушать. Как мне по внешним признакам определить хороший ресторан? Ну, я, во-первых, не пользуюсь… Деньги есть? Да, деньги. Вопрос не в деньгах. Я не пользуюсь TripAdvisor. Почему? Ну, потому что я считаю, что, к сожалению, вот та масса комментариев, комментаторов, она не объективна, она немножко из другой социальной группы. Приведу вам пример, да, то есть человек пишет, что вот я был там, ресторан, ну, так, ресторан, но рядом есть очень хорошая парикмахерская. Ну, для меня очень странное то, как они оценивают рестораны. Ну, у вас довольно неплохие рейтинги, кстати, в TripAdvisor, 4,5 баллов у пробки в целом. Да, может быть, даже несмотря на это, я никогда не ориентируюсь на TripAdvisor. Я стараюсь… Какие тогда факторы? Вот как найти хороший ресторан, не зная отзывов? Я полагаюсь на отзывы тех людей, которым я доверяю. Я полагаюсь на мнение друзей. Во-вторых, есть еще некие другие рейтинги, например, рейтинги виноделов. Если вы едете в винопроизводящую страну, едете в Испанию, Францию, Италию, в Америку, там, где делают вино, то вы можете опереться на рейтинг людей, которые делают вино. А этот, он всегда очень хороший. Те люди, которые делают хорошее вино, знают прекрасные места, где поесть. Макдональдс – это ресторан? Безусловно. А теремок? Вы знаете, мне сложно сказать, наверное, если я не был в теремке, я не могу сказать. Я не пользуюсь теремком. Макдональдс – иногда да. Я вчера написал владельцам ресторанных сетей «Теремку» и «Додо Пицца». Я попросил их задать какой-то вопрос, как профессионала отрасли. Федор Овчинников сразу сказал, ну, Роман, я не ресторатор. А вот с Михаилом Гачаром у нас завязалась на целая переписка. Я, если можно, просто одну цитату и ваш комментарий по поводу нет. СМИ не считают меня ресторатором. Для них ресторатор – это человек, который кормит знаковых людей красивой едой. Ни один из ресторанных журналов не называл меня никогда ресторатором. Но это все не соответствует. Я для них не существую, как и 30 миллионов человек, которые у нас в «Теремке» едят каждый год. Макдональдс существует, Бургер Кинг тоже, Новиков, но не «Теремок». Но я не обижаюсь, мне уже давно все равно. Так все-таки, «Теремок» – это ресторан или нет? Ну, безусловно, ресторан. И то определение, которое он дал, я думаю, шутливо, что кто-то кормит каких-то знаковых людей. Нет. Ресторатор – человек, я думаю, что очень сродни продюсеру в кино. Человек, который чувствует тренд, понимает, что сейчас актуально для людей, что является для них очень свежим, востребованным. И понимает, кто это может сделать. То есть ресторатор, как продюсер, понимает, кто должен быть режиссером, кто должен быть художником по свету, какой кастинг должен быть с артистами. Ну, вот так же и ресторатор примерно понимает, что нужно сделать для того, чтобы сделать какой-то интересный, востребованный проект. Но нет такого у рестораторов, какого-то пренебрежения к владельцам подобных сетей фастфуда, например? Нет. Я могу бы сказать, что вы должны вообще развернуть разговор в другую сторону. Мы все люди разные. Люди получают удовольствие от бизнеса, от того, что они делают. Есть люди, которые получают удовольствие от «Теремка» или от «Макдональдса». Неважно, вы знаете, какой вы хотите получить результат, и от этого результата вы получаете удовольствие. Потому что у меня был товарищ, который производил алкогольные примиксы, коктейли в банках. И он говорит, что он был абсолютно счастлив, когда он видел цифры, которые получались в результате его работы. Когда он видел, как увеличиваются продажи, изменяя какие-то параметры производства, внешние банки или, я не знаю, упаковки. То есть он получал наслаждение от того, какой результат его умственного труда в создании продукта некого приводил к результатам. Я получаю удовольствие от других вещей, я не знаю. Я получаю удовольствие от того, что вдохновляю и собираю команду людей, нацеленную на определенные результаты. Занимающиеся определенными продуктами, которые я невероятно люблю и уважаю. Я не могу себе представить ситуацию, при которой я там, сидя в офисе, говорю, слушайте, ну мы продаем примерно там 800 килограмм сметаны. Если мы придем там в год, перейдем со сметаны там, я не знаю, правобережная на сметану там, фермерская малая, то мы сэкономим там. Нет, мне конкретно интересует, кто сделал сметану. Понимаете, у людей другие игры, они в другие вещи играют, от других вещей получают удовольствие. Я, например, не способен сетями заниматься. Я, ну как бы, для меня это неинтересно. У меня единые подходы к управлению, единые подходы к тому, что и как надо готовить. Сеть – это другое совершенно. Сеть – это когда вы получаете готовую формулу в каждом заведении. Макдональдс – это сеть, теремок – это сеть. Нет, у меня они вообще не близко, не сеть. У меня разные. У меня единственных два одинаковых ресторана – это пробка в Москве и пробка в Петербурге. Если вы возьмете мировые все тренды, вы будете пользоваться ресторанами, которые существуют в единственном числе. И вы будете уважать те рестораны, которые будут существовать в единственном числе. Сетями вы будете пользоваться только в том случае, если вы находитесь в странах третьего мира и вам нужно доверять. То есть, вы находитесь в Бангладеш, ни хрена не понимаете ни в чем, вы понимаете, что в Макдональдсе вам дадут бургер, который вы знаете. Это ваш способ посещения Макдональдса, да? Да, да, это мой способ посещения Макдональдса. Абсолютно правильно поняли. А то, что касается ресторана, вы всегда будете стремиться найти что-то индивидуальное. Потому что вы понимаете, что ресторан для вас, например, это не только еда, это атмосфера, это сервис, это внутренние ощущения, это публика, который сидит. Я думаю, что никого из тех, кого мы знаем с вами, не устроит то, что происходит в Макдональдсе. Никогда в Макдональдсе вы не получите ни тот сервис, который вы ждете, ни те ожидания по публике, ни те ожидания по атмосфере. Это магазин игрушек с хорошими бургерами. Как вы считаете, правильная идея кормить американцев гречкой, блинами и квасом поить? Слушайте, я вообще не знаю, как кормить американцев. Это меня так далеко, у меня нет на это вообще никаких ответов. Правильно это, неправильно. Если это финансово успешно, значит правильно. Если не успешно, значит неправильно. Это один ответ. Поймите, для меня Америка является великой страной, потому что в любой области, в любой отрасли, какой вы возьмете, американцы сделали образцы. То есть все, чем мы пользуемся, вот начиная от ваших камер, кончая... Нет, это японские камеры. Да, я еще раз скажу, что подходы в бизнесе американские. Американцы, в силу того, что это свободная нация, выработавшая свои законы, а в бизнесе, да, в основном. Если вы возьмете именно бизнес, да, то есть Европа – это социальное очень государство, а в Америке бизнес – это то, что развивает всю страну. И те люди, которые дают рабочие места и развивают страну, в Америке являются первыми людьми. Именно поэтому является Америка передовой. В любой отрасли берете учебник американский и начинаете учиться. Маркетинг, неважно что. Все, аптечное дело, ресторанное дело. Все, не надо ничего придумывать. Американцы находятся на острие абсолютно. Являются передовым абсолютно опытом для любого бизнеса. Окей, но тему Америка не хочется покидать. Как вам относитесь к популярности бургеров в последние годы? Сколько сетей открылось и в Украине, и в России? Тот же Буэк Старбургер, многие другие сети. Слушайте, я люблю вкусный бургер. Макдональдс даже был вынужден, наверное, ввести этот премиум бургер от шефа. Пробовали? Нет, я даже не знаю. Что еще был вынужден? Я не знаю, в Макдональдсе тоже недураки сидят. Они тоже находятся в какой-то определенной среде, в которой они понимают, какие шаги надо предпринимать, для того, чтобы оставаться лидерами. Я могу сказать, что какие бы бургеры не были великие, итальянская кухня все равно остается на первом месте в мире, обгоняя любые бургеры. Ну, просто номер один кухни в мире. Вы об этом факте узнали до того, как приняли решение создать первую пробку? Я не знал об этом факте. Я просто попал, первая моя страна была, в которую я попал как бизнесмен, это была Италия. И те люди, которые меня принимали в Италии, как бы дали мне возможность и счастье насладиться этой страной в полной мере. И я только потом понял, почему Италия. Потому что Италия, если мы будем рассуждать, единственная страна, наверное, на планете, где сельским хозяйством занималась аристократия, исторически. То есть цвет нации занимался сельским хозяйством. Нигде в мире не было этого. Было престижно, я не знаю, голубой крови людям заниматься, выращивая помидор, пшеницы. И это было на уровне, ну, я не знаю, соли этой нации. Поэтому качество продуктов, то, что говорят американцы, аутстендинг, и поэтому отношение к продуктам совершенно другое. Вы не можете ни в одной стране мира плюс-минус получить. Ну, Япония, наверное. Это после Италии. А итальянцы в этом смысле стоят абсолютно на особом пьедестале. То есть цвет нации везде занимался наукой, он везде занимался юриспруденцией, бизнесом, музыкой, чем угодно. Но никогда сельским хозяйством. А именно в Италии, если мы почитаем историю Италии, именно аристократия занималась сельским хозяйством. Это невероятно. И это вот этот результат, я думаю. Друзья, я уверен, у вас в глазах застыл вопрос, что это за прекрасный молодой человек рядом со мной. Его зовут Артем Майдан, как вы и прочитали. Вот здесь внизу. У него есть канал Призма, где он разыгрывает 50 тысяч гривен. Представляете, чтобы... 50 штук. 50 штук. Где такое вида на это? Больше около 2000 долларов, короче. Все, что нужно сделать, он сейчас расскажет. Привет, Розеб. Всем привет. Всем привет, Роман, привет. Что нужно сделать? Канал Призма создан для того, чтобы мы показывали, что такое бизнес. Мы показываем тонкости бизнеса. Мы показываем правду о бизнесе, это самое главное. А 50 штук мы дарим не просто так, мы дарим на развитие вашего бизнеса. Потому что мы много получаем вопросов и предложений, мол, у меня нет денег, но я хочу начать. Все детали будут на канале Призма, поэтому подписываемся и переходим на наш канал. А я могу участвовать? Вдруг у меня какая-то есть бизнес-идея. Окей, 50 штук. Но я уже подписан, поэтому у меня есть шансы. Друзья, ссылочка будет в описании, плюс вот здесь подсказочка. Переходите, подписывайтесь к вас на канал. Сам его регулярно смотрю. Недавно запустился, поэтому у ребят все еще впереди. 50 штук вас там ждут. Я опять же общался с коллегой вашей по рынку. Ирина Аврусская, вы, возможно, знаете ее. Да, слышал, даже, по-моему, книжку я читал. Да, да, «Битва за гостем». Правда ли, что в 17-18 году итальянская кухня обрела новый виток популярности? И с чем это было связано, если это так? Вот я не замечаю, но популярно то, что имеет базовые ценности. Например, если мы говорим о пицце, о пасте. Если мы говорим о каких-то вещах, огонь, я не знаю, мука, вино. Ну, это краеугольные камни бытия человеческого. Ну, это всегда будет, ну, как бы... То есть, прям витка нету, да? На пике тренда, да. Нет никакого витка. Это все то, что всегда и было. Печь, очаг, мука, вода и вино, да. И там рыба, мясо. Ну, вот вокруг этого всегда будет все вертеться. С Италией понятно. О Германии хочется поговорить. Вы открыли там в прошлом году ресторан. В чем отличие подходов к бизнесу в Германии и в России? Ну, принципиально отличия нет. Ну, для того, чтобы сделать, ну, как бы знаковое место, тебе нужно собрать команду. Будь ты в Мехико, или будь ты в Берлине, или будь ты там, я не знаю, в Москве или в Киеве. Ты должен собрать команду, у которой есть лидеры. В Берлине это единственный город, где я мог сделать ресторан вне, как бы, России, как бы, так сказать. Потому что в Берлине живет мой сын, который является шеф-поваром, который работал со мной, начиная, там, я не знаю, с пятилетнего возраста. Везде, где бы я ни работал, он после школы приходил и работал вместе со мной. Потом он учился во Франции на шефа. Потом он женился, переехал в Берлин. Там у него, у нас родились, там, у него дети, у меня внуки. И он поработал в ресторане в Берлине, там, в итальянском. И у нас родилась идея открыть что-то свое. Ну, вот именно наличие Миши в Берлине, ну, было самым главным аргументом для того, чтобы открывать там ресторан. Без него это было бы невозможно. Это, кстати, подтверждают отзывы на TripAdvisor, когда пишут, что узнавайте перед походом в этот ресторан, есть ли собственник там. Ну, он каждый день на месте, да. Он собственник. Если собственника нет, то что, все плохо сразу? Наверное, вам приятно, что есть человек, который на любой вопрос может ответить. Хорошо, когда вся команда может так себя вести, но в жизни так не происходит. Люди, люди любят людей, люди идут на людей. Люди ценят какой-то подход такой, очень личностный. Вам приятно, что вас помнят по имени-отчеству. А как бы собственники, они всегда всех помнят по имени-отчеству. И они всегда вдвойне как бы гостеприимные. Наличие собственника в ресторане, безусловно, повышает его ценность в разы. Со стороны, во всяком случае, может показаться, что телевизор немножко замедлил вашу карьеру ресторатора, потому что сначала был активный рост открытия пробок, потом было много телевизионных проектов. Вы там резко появились в телевизоре и, по-моему, так же резко из него убежали. Нет, это жизнь была. Я как бы не загадывал. Во-первых, я не стремился в телевидение. Так сложилась жизнь, что меня позвали на канал 1+,1. Я был не телевизионным человеком. Никогда не был телевизионщиком. Он очень быстро адаптировался. Потом состоялся этот проект. Это была чисто украинская история. Потом это стала копродукция с Россией. Потом вы все знаете, что произошло и в России, и в Украине. То есть проект закончился как раз в 2014 году? Да, да. Это стало бессмысленным с точки зрения многих вещей. Но то, что у меня уменьшалось или увеличивалось количество моих заведений, оно было связано не с телевидением, а с моим мироощущением. Я приходил к выводу к тому, что я должен иметь как можно меньше ресторанов. То, что я хотел получить на выходе, при большом количестве ресторанов, невозможно. Какое для вас оптимальное количество ресторанов? Один в каждой мировой столице. Так скажу, это максимум. При этом, чтобы детей... То есть 200 там с чем-то? Не-не, я шучу. И детей в каждой мировой столице собственных. Нет-нет, я думаю, что один в Питере, один в Москве, один в Берлине, и, может быть, в будущем один в Киеве для меня было бы идеально. Потому что я с удовольствием нахожусь и там, и там, и там. В Киеве, к сожалению, я никого не родил. Но, я надеюсь, встретить просто единомышленников каких-то. Франшизу не планируете продавать? Нет, это очень тонкие вещи. Если бы это был готовый бизнес, полностью отформатированный, можно было бы говорить о франшизе. Но на сегодняшний день я не так конфигурирую этот бизнес, чтобы говорить о франшизе. Я могу каких-то людей очень умных и опытных обучить тому, чтобы их дело было прибыльным. Ресторанное дело было прибыльным. Это я могу сделать. Но сказать, вот готовая франшиза, забирайте, наверное, нет. Такое невозможно. И, опять-таки, все упрется в создании управленческой структуры, которая будет контролировать качество. Мне это неинтересно. Вы понимаете, да? Мне это неинтересно, мне никогда это не было интересно. Для меня это скучная история. У меня очень успешная компания. То есть у меня не стоит вопрос, что мне нужно что-то делать для того, чтобы компания выжила или заработала денег. Я стремлюсь жить таким образом, чтобы у меня было свободное время, чтобы я мог заниматься обучением людей, чтобы я мог общаться с теми людьми, с которыми я работаю. А на сегодняшний день я работаю с большим количеством людей. Мне просто нужно уделять им внимание. Если это будет все разрастаться, я не вижу своего мотива, для чего это мне нужно. Ну, то есть мне хватает пять пар обуви, одна машина. Я не знаю, возможности перемещаться по миру, когда я хочу, куда я хочу. Это все у меня есть. Для чего мне нужно еще что-то увеличивать? Ну, как бы я не вижу мотивации своей. Я что хотела у вас уточнить. Во-первых, хотите ли вы открыть кулинарную школу? Вы хорошо учите людей, вы очень хорошо говорите, доносите свои мысли. Есть ли у вас такие планы? Нет, планов открыть кулинарную школу нет. Я после того, как появились внуки, времени стало меньше. Надо их школой заниматься. Да, да, да. Надо заниматься ими. Я с удовольствием принимаю в команду людей, которые хотят со мной работать. Я это вижу. Я, как бы, читаю то, что они мне пишут, встречаюсь с ними. И если я встречаю каких-то ярких людей, я их забираю к себе и я их учу разным вещам, не только к готовке. Потому что я считаю, что людей надо учить разным вещам. Что касается конкретно кулинарной школы, ну, у меня нет пока внутри этой потребности. Делать это формально, сказать, вот кулинарная школа Арама Нацаканова, давайте, скидывайтесь там по 5 тысяч долларов, будете у вас на курсы попадать. Но для меня это неинтересно. Я говорю, у меня нет мотивации финансовой. Да, если, может быть, была бы, может быть, была бы. У меня нет никакой финансовой мотивации, а такой уж тем более. Делать это формально, для того, чтобы увеличивать бренд Арама Нацаканов, тоже бессмысленно. То есть телевизионный проект был не для этого? Нет. Телевизионный проект был чистое хулиганство. Это было видно прямо на экране. Потому что я получал удовольствие от того, что я делаю. Я попал в уникальный проект. Он был уникален тем, что мне не надо было играть или что-то придумывать. Я был таким, какой я есть на самом деле. Делал каждую секунду то, что я хотел. Не было никакого сценария в этом смысле. Поэтому это было реалити-шоу в полном смысле. И мне это нравилось. Я этим занимался с удовольствием. И эти ребята, которые приходили... Почему программа была успешная? Потому что я думаю, что было очень все искренне. Сами участники, они в какой-то момент очень быстро понимали, что все, что происходит, это происходит непонятно. Ни сценарий, ничего не... Ну вот, что будет дальше? Как будет дальше? Это все честно. То есть все, что происходит, это очень честно. Это и было востребовано. Это было хорошо. Годан Рамзик, ты шеф-повар? Я думаю, что да. Он умный человек, я думаю. Это вот первый период, чем сейчас шеф-повар. Сначала умный человек, потом шеф-повар. Он преподает, кстати. Есть такой онлайн-проект, где известные люди преподают в своей отрасли. То есть Гарри Каспаров там учит шахматом. Я видел, да, я в интернете это видел. Но это больше телевизионный продукт, нежели реальная школа. В 2016 и 2017 году наблюдался в Европе, в Америке такой тренд. Условно назовем его от носа до хвоста. Когда в готовку шла вся туша. Буквально от хвоста до носа. Это что, высокая кухня или это трэш какой-то ресторанный? Нет, вы знаете, это все имеет право на жизнь. Это то, как готовили, работали наши предки, так скажем. Получая тушу, они ее целиком обрабатывали. Но в 21 веке, если вам нужны, я не знаю, бедрышки или язычки, или хвосты. Ну, вы берете то, что вам надо. Вам не обязательно всю тушу целиком обрабатывать. Вы должны понимать следующее. Что если вы покупаете тушу, то она стоит 2 копейки. Если вы будете покупать ее частями, она будет... Ну, то же самое, как автомобиль. Если вы купите целиком Mercedes, это будет одна цена. Тот же Mercedes, если вы купите по запчастям, то она будет в 10 раз дороже. Ну, представляете себе. То есть, выгодно всю тушу готовить сразу? Да, выгодно, конечно, всю тушу купить и готовить сразу. Вы вообще следуете каким-то новым веяниям, трендам? И потому что у вас, вот если посмотреть на меню вашего заведения, это классика. Ну, вот гастрономические тренды, это... Смотря в каком ресторане. Если говорить про наш берлинский ресторан, Майн, например. Ну, это такая классика в инновациях, абсолютная. Но если говорить про питерский или московский ресторан, да, это такой собирательный образ классический итальянского ресторана. Потому что это проще для аудитории и выгоднее как бизнес, не уходить в какие-то... Говорится сейчас хай. Я следую только своим предпочтениям. Если я люблю вот это, то я и делаю вот это. С одной стороны, я очень люблю то, что столетиями делали итальянцы, и не надо ничего придумывать. Ну, то есть, это было сделано таким образом, и это вкусно таким образом. Зачем сырники разбирать на части? Вы любите сырники? Ну, вот ешьте сырники, и все. Можно придумывать как угодно, но это всегда будет уступать оригиналу. В части, вот, например, пробки я следую вот этим традициям. Если говорить о том, что мы любим сделать что-то новое, какие-то интересные решения, ну, опять-таки, из тысячелетней французской кухни и применить это к итальянской кухне, прекрасно. Но для этого тебе должно что-то вдохновлять. Ты едешь в Португалию, едешь в Испанию, едешь в Америку, неважно, в Мексику, в Перу. Тебя что-то невероятно впечатляет, ты потом пытаешься это как-то выразить. При этом совершенно не важно, к какой кухне это имеет отношение. Что вас последнее вдохновило? Куда вы поехали ради чего-то? Ну, вот я, последняя поездка моя была в Пьемонт, в Реджо-Эмилио и в Тоскану. Меня вдохновляют, я не знаю. Вина? Слушайте, ну, вина, конечно, всегда вдохновляет, но сейчас меня весна, меня вдохновляет то, что растет весной. Меня вдохновляют дикие брокколи, там, в огромном количестве. Меня вдохновляет фасоль, ну, я не знаю, горох наш обычный, который уже в Италии зацвел. И просто полить его оливковым маслом с куском сыра пекорина молодого, это просто с бокалом вина. Очень просто и вкусно. Еще по поводу ЗОЖ хотела у вас спросить. Вот есть, как бы, такой тренд, тенденция, вы вообще, как бы, в это верите, в ЗОЖ? Ну, у каждого из нас, вот мы здесь сидим все вместе, у нас, у каждого свой здоровый образ жизни. Для меня здоровый образ жизни, ну, я сейчас искренне говорю, это иметь возможность в день, час посвятить спорту какому-то, движению. Не важно, бегу, футболу, теннису, плаванию, йоге, TRX, там, все, что, я не знаю, все, что вы можете, боксу. Если вы час в день, каждый день посвящаете спорту, то все остальное можете не думать. Ни про диеты, ни про какие-то ограничения. А в ресторане, в еде ресторанной, как многие подчеркивают, мясо из какого-то фирмерского хозяйства, какое-то особое молоко, вот только вот какое-то... Не, ну это не здоровый образ жизни, это, значит, немножко другое. Мы говорим о том, что вы хотите получать продукт безупречного качества. Продукт безупречного качества – это всегда очень маленький производитель, это всегда неиндустриальный подход. А вы хотите получить нечто, и это отличается. Вы берете сыр, вот я не знаю, такой сыр или творог, такой индустриальный, и такой, который сделан 12 килограмм в день. А вы покупаете индустриальный или все-таки кустарный? Никогда ничего индустриального не покупаю. Зачем мне? У меня жизнь одна. Я считаю, что я должен знать людей, которые стоят за тем, что я ем, что я пью. Я их знаю всех лично, очень много провожу с ними времени. Конечно, я пользуюсь индустриальными вещами, я не знаю, там, обоями, или там автомобилями, еще чего-то, метро. Но то, что касается еды, я пользуюсь всегда только очень-очень маленькими производителями. Я как бы исповедую ту же философию, что эти люди исповедуют. Самый безумный ресторан, в котором вы были когда-либо? А что такое безумный ресторан? Просто вас сильно удивил каким-то подходом, меню, чем угодно. Ну, я вам могу сказать, что ничего безумного не было. Меня удивляют те рестораны, которые уходят корнями очень далеко. Ну, я не знаю, недалеко от Венеции есть ресторан, километров сто в сторону гор, которым шеф-повар является женщина, которой, ну, я не знаю, сейчас около 70 лет. Это нечто невероятное по сочетанию вкусов, еды, и при этом ничего мишленовского. Это просто еда. Меня поразил ресторан в свое время, который называется Таверна-дель-Мар, ну, в 100 километрах от Барселоны, тоже на берегу моря. Поразил тем, что он абсолютно естественный. Но это все рестораны, про которые я говорю, это рестораны, в которых люди, которые готовят, и люди, которые едят, им не надо объяснять ничего друг другу. Понимаете, да? То есть, вот вы здесь идете во вьетнамский ресторан, где вам готовят украинцы, и вам надо объяснять, что они готовят, и им надо объяснить, что они готовят. Вообще, всем надо все объяснить. А когда вы идете, там, я не знаю, здесь, и едите сырники у кого-то, вам надо объяснять. И человек, который вам дал сырник, или там хороший борщ, не надо объяснять. Там в основном такие рестораны, где люди 500 лет едят то, что они едят, и те, которые готовят тоже, и им не надо друг другу ничего объяснять. Вот эти вещи, вот эти я люблю места, потому что я понимаю, что это вкусно даже не передать, как вкусно. Это очень вкусно. Меня поразил ресторан недалеко, в Сантьяко-де-Компостело, да, там, например, это уже граница Португалии, Испании. То есть ничего не представляющий ресторан, который печет пироги с угрями. Он 150 лет печет пироги с угрями, туда просто не вбиться, нет никаких незаказов, просто толпа людей. А человек, который заедет за стойкой и распределяет эти горячие пироги, он выбирает людей, потому что кому кто нравится. Он может из последнего ряда сказать, иди сюда, дай пироги. А там люди прямо стоят, дай мне. А вот стоит несколько рядов людей и ждут. И он выдает эти пироги и бутылка холодного вина. Вода достает, оно очень простое. Но это просто такое, как бы... Вам он дал? Он меня первого увидел там с женой. Вообще люди очень чувствуют благодарность. Они чувствуют, что ты с уважением относишься к их культуре. Я, например, куда бы я ни ехал, я всегда готовлюсь к этому. Я всегда изучаю обычаи, традиции, продукты. И когда я приезжаю, я всегда начинаю с людьми говорить. И они когда видят, что я что-то знаю про них, да, это все равно, что приедет сюда какой-нибудь, не знаю, эскимос и начнет с вами говорить про вышиванки. И скажет, что нет, 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 а вот в 18 веке вышиванки не так делали. Я вот прочитал Полтавскую область. И вы будете смотреть на этого эскимоса, и будете, какой золотой человек. С каким уважением он относится к нашей культуре. Вот это очень важно. Я думаю, что если вы с таким подходом ездите, то вы всегда узнаете в 500 раз больше. Ну вот и все, друзья, к сожалению. Я надеюсь, вам понравилось это интервью. Обязательно напишите в комментариях, действительно ли это так. А чтобы у вас был дополнительный мотив это сделать, мы среди комментаторов разыграем вот эту вот бутылочку красного сухого с личным автографом Аравом Нацаканова. Все, что нужно сделать, это поставить лайк этому видео. Обязательно подписаться на канал, у нас здесь много классных интервью. А в комментариях написать свою историю, связанную с рестораном. Ресторан, который вас впечатлил. Ситуация какая-то забавная, смешная, кризисная, конфликтная, интересная. Ну, все, что угодно, связанное с ресторанной жизнью, естественно, из личного опыта. Ровно через неделю мы выберем автора одного наиболее интересного комментария, интересной истории. И этот автор, собственно, получит от нас бутылку красного сухого французского с личным автографом Аравом Нацаканова. Увидимся с вами ровно через неделю. Это Франч ТВ. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok